Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 372. События дня. Новый эпиграф. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Между главой и стихом всегда ставится двоеточие, но тут нельзя ставить, пока мы не выставим в интернет. Система не пропускает название ролика с двоеточием. За 18 декабря 1917 года, воскресенье вчера было, а сегодня день Николы, чудотворца. И в помощь эпиграфу Исайя 1.15. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Причина какая, почему не слышно молитвы? Вот это, что храмы такие, это помогали строить, компания. Они кровавые все. Кровопийцы. Написано, кто отнимает хлеб у бедного. Более 30% людей в России ниже черты бедности. И главное, это дети. И какие они будут... Средний класс практически исчез. Разделение. В любой стране там это может в несколько десять раз, тысяча раз богаче. Учителя самые бедные, а начальник получает миллион двести тысяч каждый месяц. Там кто-то Литвиненко, Литвиненко, считаешь, и не верится. Ну неужели так? Ну и дальше. Причи 21.13. Кто за такая туго свое от вопля бедного, то ты сам будет вопить и не будет услышан. Вот и молитва, ходите в храмы, свечки ставьте, а ничего это не поможет. Бог закрыл. Этот шибер стоит. Ну воскресенье было. Главное событие дня это, конечно, богослужение. Собрание у нас проходит. Всегда выставляем в интернет. Занятия прошли. Братья пошли на раздачу Евангелия, на благовестие. Это событие конкретно как бы в этом дне. Хочется показать, какие у нас тут ресурсы, чтобы знали. Вот мой мир. Это Mail.ru. Мой мир. И в моем мире тут очень удобно переписываться. И вот пишет один. Вот я вам сейчас покажу. Сергей Однороб. И он много очень здесь написал о том, что живет около 30 метров от железной дороги в Санкт-Петербурге. И там нефть, это вот вагоны идут в Китай, пустая. Он перечисляет больше ста поездов. И 30 метров от железной дороги там трясет, говорит, не уснуть ничего. Люди нервы, расшатанные, многие спиваются. Мне очень понятно. Это я 26 лет жил в такой же близости от железной дороги. Рядом. Прямо, которая ближе дома, именно там 30 метров больше нет. Но мы на другой стороне улицы, там может быть еще 20 метров рядом. Я знаю, что это такое. Но я ему ответил. Он ничего не говорит. Вот ко мне обращается. Прочитай еще. Вот, Игнатий Тихонович, мои нервы и здоровье подрошатали сильно. Но душа болит еще... Душа болит о дочурке, о ее будущем. Когда она не высыпается от шума и тряски. Когда она болеет. Тогда просто очень, очень хочется перевернуть все эти поезда вверх тормашками. Но читай в Библии, возлюбленный, не подражай злу, но добру. И это много-много раз останавливало меня от мести за детей. Я чувствую, что многие ребята из запрещенной группировки ИГИЛ поставлены в такие жизненные обстоятельства, что им просто нет выбора. Но это с этим я не согласен. Выбора нет. Выбор в Боге. Ну теперь пошли где-то убивать. Поезд рядом ходит, а поехали куда во всем мире. Нет, там сатана. Там ничего нету, кроме того, что дьявол делает. Убить, 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 убить. Ложь и убийство. И к тому же они не знают заповеди Христа. Да. Не воздавать злом за зло, но добром. Я всегда молился за власти, за президента, за Россию. Но очень не хочется молиться за владельцев РЖД. Железная дорога. За этих монстров в галстуках. Помолитесь о нас грешных, с братьями. Может, Господь услышит ваши молитвы и помилует нас. Я ему отвечаю. Хотя он меня и не спрашивает. Но раз ко мне прислал, впереди там послание, которое пишет железной дороги. Все это выставил здесь. Верующим православным христианам с детьми есть выход. Проситься переселиться в Потеряевку. Идеальное место для воспитания детей. Лучшего места сегодня вам не найти. Это я ему отвечаю. Все верующие, учтения верующие, православные, храм, свой священник здесь. Что можно еще сказать? Земля. Никаких поездов нет на расстоянии... А, ну у нас, правда, проходит тут железная дорога. Но там пройдет поезд один, два, может, за час, за два часа на расстоянии 4 километра. Мы даже и не слышим, и не видим их 4 километра. Разные заводы, трубы ближайшие на 150 километров. Вот, пожалуйста, это объявление всем. Но надо написать. Молодые с детьми, Потеряевка готова таких принять. Если у него 5 качеств, не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И есть средства самому поставить дом. Выбирай место около пруда, где вода есть, деревья рядом. Там можно жить без угля даже, если есть возможность. Пили, суши дрова. В некоторых местах мы были, там вообще одними дровами топятся в тайге. Ну и огород все есть. Это пшеница есть тут рядом. Меленькую маленькую взял, сам себе мели. А Игорь фермер есть. Своя пшеница рядом с отрубями. Все, что нужно. Скотину держать, пчел, разводить сад. Виноград растет. Все. Ну, работать надо. Работать. Действительно работать. На то, что я показал сейчас. Вот один только зашел. Событие. Второе, это у нас форум. Большой форум. На среднем 350 человек в день заходит. И для нас это нормальная цифра. На самом деле это мизерная. 1602 темы. Темы. Это огромный-огромный форум. Форум во свете Библии. Все называется во свете Библии открытым оком. Далее у нас очень большой видеоканал. Видеоканал. 6360 видеороликов наших. Вот я не знаю, где такая цифра еще есть. Но у нас отнесла система или кто-то. Средства массовой информации. Сколько здесь просмотров? Просмотров 4 миллиона 722 тысячи 139. И подписчики есть. Подписчиков 5584. Вот здесь. Ответ этот удается. Во свете Библии на основании святых отцов, канонов церкви, житий святых. Четыре параметра. Ну, понятно, что это каждожедневно надо работать с этим. Ну и есть еще у нас большой ресурс. Неподражаемо тяжелый. Это сайт во свете Библии. 50 книг только аудио начитано. Это я насчитывал еще до ареста. Вот. Дальше 4124 вопроса. Темы. По темам. 55 папок. Легко искать. Находить. Вот сейчас мы помаленьку выставляем здесь. Кто-то спросил о рождении свыше. Вот слово рождение доставил, нажал и дальше идет. Вот мы как раз сейчас это и покажем. Так. Какой вопрос? Вопрос 2011. Восьмой том. Ну, мы видите, как делаем. Вот я сейчас нажимаю. Этот вопрос. Вот тут мелко, широко, трудно снимать. А вот мы открыли. Посмотрите, этот вопрос, который мне задавали. Я сейчас не знаю, где в университетах. Я вел занятия в школах, в милиции, в воинских частях. На три радиопрограммы вел телевидение. То есть, в заводах, в фабриках. Ну, трудно сказать, где не проповедовал. Вот сейчас я это скопирую. Вот shift нажимаем. Вверху там ответил маленько. И внизу. Вот сейчас нажимаю. Все заактивировал. Теперь control S. Снимаем. Копию. Выходим из этой системы. И открываем. Один. Это у нас Библия открыта. Страничку в Word. Word. Вот у меня есть тут. Word открыли. Control V. Вставили. Вставили. Control A. Задействовали. Заактивировали. И сразу ставим на 20. Все. На 20. Теперь легко считать. Сейчас мы прочитаем, какие даю я ответы. Даю ответы. У меня вышло 40, 38, 30, 33 книги открытым оком с вопроса, ответы, проповеди. Каждая книга 752 страницы. Вот каждый день почти приходится отправлять. Десятина осталась только. 90 почти процентов раздал бесплатно по библиотекам мира. Сам же и провез. От Тихого до Атлантического океана. В Скандинавию. При Балтику прошли. В Америку. В Австралию. В Англию. Везде. Ну вот так. Дальше вопрос. Вопрос. Почему... Восьмой том. Восьмой том. Открытым оком. Почему и в России тысячу лет делали основной упор на принятие монашества? На жизнь в кельях и без страха смотрели на искажение Библии? Понимаете, какие вопросы задавали? Я думаю, где проводят там Осипов, другие священия, кем такие вопросы не зададут. У нас другой контингент был в университетах. Во-первых, университет, 21 тысяча студентов. Дальше приходили люди, там СПСБ, краевая администрация, и кого только не было. Военные сидели. Я как-то одно время в этом вахтовом зале, 750 человек в зал был. Два раза в неделю двухчасовое занятие. Я там только в одном университете 17 лет ввел занятия, а их 5 университетов. Это Бог сделал так. Я показываю, что Бог открывает. Притом, учитывать надо, что у меня нет образования никакого, кроме того, что я технарь, строитель. Как? Непрерывно учился самообразованием, молитва. Главное, это молитва. И вот теперь такой вопрос задают. Ответ. Ответ. Потому что на полном серьезе считали, что это все было сказано, повелено Богом. Никак не ниже, Христом. Они же себя назвали невестой Христовой. Это монахи. Девство, бисер многоценный. Свой чин ангельским. И ни одного слова этого нет в Библии. Это все выдумки, вымыслы человеческие. А Псалом 118, 113, говорит, вымыслы человеческие ненавижу. Ненавижу. А закон твой люблю. Вот вмести себя в этой строчке, и тебе будет понятно, о чем я говорю. Тут все как от детских игр осталось. Потому что о них пишется, что они в детстве не любили играть в детские игры. Чурались игр. Теперь многие доигрывали, впадая в детство или в старшество. Вот так. Притча 28, 9. Кто отклоняет ухо свое отслушание закона, того и молитва мерзость. Вот представьте как. Человек молится, в милости не подает. И вдруг эти многочасовые моления в церкви. Все мерзость. Почему? Ухо отклоняет отслышание Святой Библии. Вот один этот стих взять эпиграфом, и ты поймешь, что же с нами сделали-то. Ты все сначала слушай, как молитву составляли святые, которые правильно ли она составлена. А не то 40 раз, Господи помилуй, это издевательство. Два раза только в Библии написано, Господи помилуй, дважды. Господи мой, Господи, Давид говорит. Даже трижды нету. Ну, во имя Троицы можно три. Все на этом. 40 раз. И сколько раз считается за богослужением? А у армянской церкви 100 раз, Господи помилуй. Это неверие. Неверие в Богу, что он простил. Вот возьмите фильм «Остров». И он все там стрелял, где-то теперь проходит год за годом. Он ходит, Господи. Он неверующий. Этот Мамонов-то, там отца Анатолия играет. Это фильм, который показал нутро православия. Мертвое все. Мертвое, в упор мертвое сотлело. В сердце монахов много места для молитвы. Но они просвета для молитвы. Где они? Но не просвета для молитвы. О том, чтобы ухо их не отвращалось от слышания Библии. Нет, таких молитв вообще нету. Нету. А этот остеренок куда идет? В мерзость. А тогда и молитва их чего стоит? Их сердца казались махоньки, нерасширены любовью к Слову Божию. То есть и к Богу. 2 Коринфянам 6.13 В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы. Где в монастыре считали это? Где? Они ужатые до мизерного. Сидят там одни за стенами, за мандрами. Мандра-стена. А архимандрит, то есть настоятель над этой стеной, чтобы их не выпустить. В Пахоми только 11 тысяч мужиков. 11 тысяч монахов. А на той стороне реки, там его сестра, у той поменьше. 3 тысячи молодых сестер, они все видят во сне, их рыцари воюют, похищают. А эти видят только толпу голых женщин. Как этот говорит, там Филиппов-то пришел на профессор в собачьем сердце. Стаями, стаями голые женщины. Все они борются за девственность. Дальше. Понастроили только в России до революции 1275 монастырей и 57 тысяч храмов. Ну и что? И все кверх тормашками. Семинаристы кто? Сталин. Ну просто надо посмотреть, кто такое. Которые учились, а они не просто так, а они знали, какановичи. Они учились, заканчивали. Сколько в Израиле было жертвенников, столько у русских храмов. Но так и не помогают эти храмы не хромать. Но ковыляет от исповеди до исповеди, ничуть не прилагаясь сердцем к слову и ко Христу. Ну разве простят мне такие слова? Никогда. Осия 8, 11. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. Когда я говорю жертвенники, нет, только один жертвенник был. Считайте оси, 8 глава, 11 стих. Так и храмы эти. Ко греху они понастроены. Все, что хотя бы и полностью было из Писания, но если не совпадало с монашеством, это для монахов заранее решенное, что оно бесовское. Не идут на призыв Христа идти к волкам. Значит, это слово Христово не достигло их. Они еще глухи и мертвы. Вот и все. А теперь я доказываю по житьям святым. Господь, наполни уста мои, я возвещу, если наполни, возвещу. Арсений Великий. Арсений Великий. Со словом Великий за 20 столетий только 17 человек удостоились этого. 8 мая, кавычки открыты. Один старец спросил Аву Арсения. Как мне быть, честной отец? Я никак не могу отстать от той мысли, что я стар, и потому не могу не поститься, не трудиться подвигами иноческими по причине старости. Поэтому мне кажется, что следует идти посещать больных, так как это дело любви христианской. Ну куда лучше-то? И смотрите, это Великий, самый грамотный человек что отвечает? Преподобный же, уразумев, что это было бесовское исключение, Идти помогать мы им, это бесовское. Сказал старцу тому, ешь, пей, спи, но только не выходи из кельи своей. Понятно. Вот понятно, как это у них это. Наш приехал батюшка тут, кажется, в Рубцовке, а там монастырь. Выходит день солнечный, ну где-то там уже июль. Заросшее все. Ворота открывает, сонный стоит часов двенадцать дней. Пальцы, губы все это прокуренные. Это иноки. Так сказал преподобный, потому что знал, что иноку, выходящему из своей кельи и приближающемуся к мирским селениям, предстоят многие соблазны и искушения врага. Да и вообще, не следует выходить из безуважительной причины из монастыря тому, кто умер для мира, потому что как мертвец не выходит из гроба своего. Видите, как здорово. Монах же, выходящий по своей воле из монастыря, поистине делается мертвым, потому что умирает душою. А что он мертвый, мертвее мертвым, давно сотлел там, это ничего не значит. Это отвечает воспитатель царских детей, Арсений Великий, молчун, главный молчун. С ними не могли разговаривать никто. Он идет, храм молчит, зашел в сторонку, в угол, закрылся, у него своя паранжа такая, куколь, и все, отмолчался, назад идет. Женщина одна принесла ему деньги, долго она искала, куда дать деньги богатые. Епископа благословила, все по-нормальному. Достигла его. Пришла и этот сундук с золотом поставила у него дверей. Уходить надо, ну хоть слово-то сказать. Он молчит. А у нее сын, кажется, погиб. Она искала утешения. И говорит, доча, помолись обо мне, не забудь. Он говорит, я буду молиться, чтобы забыть тебя и не помнить. Она такая огорченная, пришла к епископу, и с епископа начал растолковывать. Он говорит, ты еще молодая, ты красивая. А он ее даже не взглянул. И он, чтобы образ твой стерся, он будет молиться. А так он тебя будет помнить. То есть женоненавистничество жуткое было. Я говорю, ты никуда не выходи. А иди, идите по всему миру пропадать Евангелие. Ну это апостолам. Да хоть еще выше апостолов, что ли. А считайте Деяния 8 глава 4 стих. Прямо говорит, растеявшиеся ходили благовестные. Жены, дети, все. Поэтому распространяется. Ну а одни проповедуют мещевым духовным. Распространялось 2 миллиарда христиан считается. А другие мещевым, как мусульмане. Там ничего нет. Режь, человек-убийца, лжец. Распространяет так тоже 2 миллиарда. И в конце концов выйдут на арену. Григорий Америцкий, 19 декабря. Это кавычки взятые жития Дмитрия Ростовского. Кто знает эти жития? Вот то, что сейчас прочитали. А только печатают что? Матрона, Матрона, Матронушка, помоги там дальше. Вот эти-то жития-то. Почему не считаете-то? Кавычки открыты. И вот святой апостол Петр, имея в правой руке ключ, вышел из небесных дверей, направился к нему с великою славой и сияющим лицом, и сказал, глядя на него светлым взором, Я пришел сюда, чадо Григории, по милости Господней. Прежде же этого, с прочими апостолами, я был в награни, в Америцком городе, предстоя страждущим за Господа нашего Иисуса Христа, от Дунаана, Жедовина, и укрепляя каждого из них благочестие. И пели многолетие по три раза. Потом все возгласили, Григорию Святейшему, ах, и епископу нашему наставнику и учителю, мирные, здравые многие лета, всему христианскому воинству и всем верующим людям многие лета. То есть это на небе, они все туда перенесли. Представьте, что на небе, они так понимают, кому-то это видение было. И как? Это жедовина, то есть вот это все юдафобство, все это там на небе переносится. А Петр-то кто сам? Еврей? Жедовина. То есть, ну, жид это не так еще хлестко, а вот жедовин, это уже совсем, только удавить его проклятого жедовина этого. И вот теперь Святейшему, когда Бог только свят. Святейший это одно из самых, может быть, неразумных слов, которым церковь сумела обогатиться, то воцерковление, воцерковление, свечку как ставить. Нет этих слов. Духовность. Нет этих слов духовности. Нету, нету, нету. Это Горбачок придумал. Святейшему. И на небе говорят Святейшему. А воспевает Свят-Свят Господь. И, наконец, вот теперь Святейшему Григорию, ну, ясно дело, этот сон передали ему, Григорию не подойдешь. Григорий Америльский. Что? Вызвал там евреев, если только не будете переходить к христианству, я даю приказ казнить всех. Вот это да. Не надо было 11 крестов походов делать. Дальше. Затем, вводя в царские палаты, все веселились и пировали, радуясь о Господе Боге, спасителе Своем, и о благочестивых царях Своих. Елизвой, царь Ефиопский, избрав из Ефиопского войска 15 тысяч храбрых мужей, оставил их новому царю для помощи и защиты царства, и возвратился в Эфиопию. Здесь, спустя немного времени, оставив свое земное царство, он удалился в пустыню, где близ одного монастыря затворился в темной кельи, и не выходил из него до самой смерти, принимая пищу через окно от живущих там монахов. И еще долго, пожив суровой жизнью подвижника, отошел в Царство Небесное. Понимаете, вот то, что сделали, это что-то хоть одно евангельское слово есть, нету. Но что интересно, не любят монахов мусульмане, не любят никак. Как бы кричат, если бы вы проповедовали, мы были бы все христианами, православными. Не любят их, и все мусульмансы. Запрещают колокол колотить, у них там доска висит монахам, дали, бей. Хоть лбом бей, как баран в эту доску. Ну а что доска-то, она вот звук издает-то. Придут мусульмане, колокола хоть поснимают это. Петр Первый. Колокола на пушке, так они громче гремят, пушки-то, что бы эти колокола. И смотрите, и отошел в Царство Небесное, кавычки закрыты. Вот он делая так, принимал пищу только через окно, даже от монаха прятался. И это считается очень хорошо. Вот смотрите, житие святого Орла Моя Асапа. Царь индийский обратился, вся страна идет за ним. В пустыню не ходи, он бросил ее. Индия-то была бы не буддийская, православная. И продолжает православное прославлять это житие. В Орла Моя Асапа. Можно подумать, что просто идиотизм какой-то. Обратилась на страна. Уже готовые христиане умоляют, не ходи, мы без тебя опять вернемся в изыщество. Да пошли вы, окаянные, мне надо туда, в пустыню, там песок таскать с одного конца, в пустыню, в другой. Ну кто это все придумал-то? Ну представьте, мусульманы, это были бы 2 миллиарда христианами. 2 миллиарда буддистов были бы христианами. Реально, вот где будет суд-то Божий. Суд будет Божий, главное это над монашеством. Не над язычниками, не над гонителями. Дальше. Макарий Александрийский, 19 января. Это не египетский макарий, они одновременно идут. Кавычка, что мне делать, Ава Макарий, ибо меня осаждать помышления, говорящие, ты ничего здесь не делаешь, уходи отсюда. Святой отец Макарий отвечал ему, скажи ты своим помышлениям, я стерегусь и стены ради Христа. Понятно, не людей. Революция назревает, там на бронейке Картава, ухарь стоит, пришел, ведет людей. Нет, не трожьте, не задевайте нас. Вот там есть Петр такой, и он был в плену, и его Бог оттуда вывел. Ну, сбежал молодой человек, там, конечно, Бог его вывел. И он забился в горы, в пещеру, и там сидит. Вот, обед дал Богу, домой он не приходит, и в это время видение ему, приходят слуги, он богатый был, и говорят, ну еще ты сидишь-то один. Люди дома Христа не знают, а ты Евангелие знаешь, люди неграмотные, ты проповедовал, все бы к Богу обратились. Чур, чур меня, и мальчики кровавые в глазах. Сатана пришел с Евангелием, а вот тут сидеть, это да, ему опять приходят, видение за видением. Мы погибаем, страна не просвещенная светом Евангелия, апостолы приходили, чур меня сатанинское наваждение. Почитайте Петра этого. И ничего не видит. Ну как, явно не то, что покинутость какая-то, полная одержимость бесовская. Проповедь Евангелия стала считаться бесовским наваждением. Я вот показал, где Макарий Александрийский, ему многое открыто было. Вот он стоит в храме и видит, люди прищищаются. Ну а кто это не видел-то? Идут, рот разевают, руки сложили как положено, все. И прищищением, прищищением бабки стоят, что нашептывают, поздравляют. А он видит, эфиопы черные берут и в рот толкают им уголь всем причастникам, какие видят. Не всем там, а которые. Эфиопов никто не видел. А кто эфиопы-то? Ну это демоны, черти. В храме, во время литургии, они там прищищают людей. А как же прищастие подавали? Ангельская рука и незримая, говорит, относилась в алтарь. Это он только один видел. Почему сегодня нигде это житие не пишут? Да сегодня это может сто процентов так прищищается в некоторых храмах. Полутрезвый поп. Каких только нету. Эфиопы в храме, откройте за 19 января по старому стилю. Я не придумываю это. Я жития начитывал, составил симфонии на жития. Говорю со знанием дела, с полным знанием. Почему Осипов это не проповедует? Другие священники там много говорят. Ну знаете, я не буду их называть там всякие названия. Они сейчас на меня бросятся. Масленникова они теперь топчут. Покаяние зовет Сергея Михайловича. Ну вот где. Почему не говорите одно, что в храме прищищаются люди углем многие. И многие больны, немало умирают. Поэтому больницы забиты из-за того, что они достойно прищищаются. Кладбища забиты. Недостойно прищищаются. Причина-то вот чем. Не написано, что эпидемические болезни какие-то. Эпидемия прищищения. Попы гонят и гонят. Вот выйдет здесь священник. Кто еще не прищищался? Никого нету. Опять стоит в чашле, постоит маленько. Кто еще не прищищался? Я думаю, что он кого зовет-то? Уже никого нету. Кто не прищищался? То есть ему сказано всех прищастить. И женщина подходит и тоже. Ой, мне что-то в рот попало. Она думает, таракан какой-то. Они не знают, что это ни одно вино. Только вышла и плюет в ворну. Я это все подобрал и принес настоятелю, отцу Николаю Войтовичу. Город Барновол, Тайский край. Я говорю, ты хоть крещеная была? Я? Нет. Ну а почему же ты прищищался? Ну он стоит на меня, смотрит. Кто не прищищался? Я подумал, он меня... Я знаю, я боялась, не хотела. Но он зовет, вот какие дела. Я работал дворником в Покровском соборе не один год. И поэтому знаю, что просторы подают. И все это заходят, а на улице туалет и все бросают. И я оттуда вылавливал. И одежу дают, и одежу туда проталкивают, что... Иначе он не будет, если брать, тогда не дадут. А так это возьмут, то и денежку могут дать где-то. Я сам это все делал. Крюк делал и вытаскивал оттуда. Так, стихотворение. Стихотворение, это мое стихотворение. Звезда последняя в предутреннем тумане. Как холодно, однако, ей. Она же еще... Она жила еще при Аврааме. Провозвещала будущих людей. От звезд, не как от солнца, нет вреда. Их предсказатели судьбы надежно любят. Ориентир в морях, когда вокруг вода. Да, от луны обломанного блюда. Ну, когда она так выглядит, я не поэт, поэтому... Ну, проповеди стихах называю. С звездою сравнивают даже моль эстрады. Великих и значительных, и смертных. А также сатану, неизвежен в пропасть ада. Сатрапами зовут их бесы, черти. С звездой утренний спаситель воссиял. Из-за чрева преснодевственной Марии. Укрытой плотью в низеньких яслях. Все звезды затерялись в грешном мире. При свете его. Египет озарила, назарет. Из гроба воссияло ярче солнца. Несчастен, кто не видел этот свет. Чей луч не посещал его оконцев. Смотри внимательно. К себе соотноси. Прочитанное где-то ненароком. Знай, не напрасно звездочка висит. Трепещет. Силится подать душе уроки. Ей предназначено напомнить дом Творца. А дня четвертого живущим днем шестым. Не бесполезно ей подмигивать мерцать. В пространстве бесконечном не остыть. Созвездие бесчетным хороводом безмолвно принижает гордецов. На них из прошлого взирая тьмы народов. Нас всасывает всех незримый пылесос. Не насмотреться и не надевиться. Звезда безмолвная о Боге говорит. Мы запрокидываем голову молиться. Нам звездной пылью глаз не засорить. Третье октября... Что, пояснять надо? Это стихотворение для звезд. Что об этом Библия говорит? Я не поэт повторяю. Но ты вдумайся в каждую строчку, что здесь написано. Кого? Звезды, эстрады, плюгавенькие, моль. Я называю ее. Вот это один, сказать вопрос и как на него отвечать. Бог позволил мне. О чем тут говорено было? Как-то надо озаглавить тут вопрос. Сам вопрос-то в чем был? Там про монаха. Почему монахи? А, монахи, напиши. Вот здесь, запиши. Я его. Монахи. Вот так. Так, у нас еще время есть. Я еще снова зайду сюда показать, какой богатый у нас сайт. Вопросы. Какой вопрос? Вопрос 2324, 10 том. А вот небольшой вопрос. Небольшой ответ, так правильно будет сказать. Я снова так же выделяю его, заактивировал Ctrl S, сфотографировал, скопировал. Теперь Ctrl V вставляю, Ctrl A опять высветил. Здесь вот ставлю двадцатку, чтобы можно было считать. И сразу сейчас считаем. Давай. Вопрос 2324, 10 том. Открытым оком. Открытым оком. Как вы можете трактовать эпоху возрождения? И чего возрождение? Понятно. Это мне вопрос задавали. Повторяю, у меня нет никакого образования. Вот отсюда сделайте вывод. Ответ. Судя по тому, что доступность тех прошедших времен, можно сказать о культе человеческого красивого тела, о гордыне вольнодумства, о потере страха Божия. Это момент выпуска из преисподней клуба дыма. Вот как я рассматриваю возрождение, эпоху возрождения. Дальше. Книга Откровений, 9 глава, 3 стих. Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Возрождение языческой необузданности и похотливой изнеженности, пустое и вредное. Что доброе и дошло до наших дней, то так мизерно и не было похваляемо тогда. Если бы возродили первоапостольское, во главу угла поставлено было бы служение Богу и Егове и ближним. Есть ли бы восклицательный знак? Теперь я ставлю свою пропасть в стихах. Да, я был прав, когда себе сказал, сознательно и доказав, поверил, что был не прав, живя один средь скал, где только горные козлы доводят звери. Я прав в том, что себе сказал, что я не прав. Я говорю, что я не паю, это еще раз, дальше. Пришлось мне размонашить свой уют, пойти на проповедь с заботой о ближних. Язычники церковные со всех сторон плюют. В своем кругу меня считают лишним. Церковные язычники. Они мне не простят никогда. Нет. Если я сейчас умру, они с водосвятием молебну начнут заказывать. Благодарственное. На сотни раз не прав, что обольщался, что верил в покаяние священства, что достучусь к церковному начальству. Найдется среди них хотя один, кто честный. То есть я ошибался в этом, прошу у Бога прощения. Оказалось, что нет. 53 года искал, только единицы нашел. Кто крикнет, осознавший заблуждение? Без Библии все опалство темный лют. Святая проповедь важнее богослужений. Они же фыркают и смачно так плюют. Касло себе. На мне нет места чистого. Их слюни. Благословение с брением, что прав мы и Егова. Свой путь пройти дает он тем, кто его любит. Хитон Христа прикроет от осуждения голых. Неправ был я, сгорая в ожидании великих перемен в народе пробуждения. Восшествие Евангелия на престол сознания, что на издание Библии пожертвуют все деньги. Мы посажем. Восшествие Евангелия, как на престол царя. Осознаю неправоту сверхчерствых. Дебил их пастырище руки целовал. Они закрыли уши. Дань собирать с мертвых. Своим лжетолкованием в губе Христа слова. Да, я неправ, когда не мог так долго согласиться, что враг давной в алтаре, рыкает, тешит бесов. А я все ждал, Россия возродится, не блудницей раскрашенной, а чистой невестой. Неправ. Не суждено надеждам дать росток. Без Библии пустыня черный храм дымится. Отвержен, кто людьми обнимет тех Христос. Такая участь всех, кто свыше возродится. Пятое, десятое. А так кажется, видите, смысл-то понятен. Сколько заложено здесь. Это о чем вопрос был? Так, еще, походу. Сейчас, давай. А, про эпоху возрождения. Давай, напиши. Возрождение. Я сохраню эти слова, мне легче будет искать. Довольно. Вот, это мы. Теперь я снова возвращаюсь. Сейчас, у меня еще время есть, вернусь. Еще вопрос какой-нибудь. Как вопросы? Я настаиваю, что отвечать нужно по четырем параметрам всегда. Полная Библия, семьдесят семь книг. Триста томов толкования, патристика. Жития святых, это 1173 жития. Их правила, канонов 719 правил. С учетом этого давать ответы. Сегодня никто не дает ответы такие. Ни одного не знаю в России. Никого. Не хватает никаких профессорских званий. Ну, тут еще вопрос один. Я вот сейчас так же самое заактивировал. Копию снял. Захожу на Word. Раскрываю его шире. Ctrl-V вставляю. Ctrl-A выделяю. И увеличиваю, чтобы можно было снять. Все. Поехали. Так, подожди-ка. Пошел. Вопрос 2628. 12-й том «Открытым оком». Да. Это мои книги называются «Открытым оком». Открытым. Разве можно простому смертному определить другого человека, рожден ли он свыше? На лбу же у него об этом не написано? Или есть что-то ясно подсказывающее, что я еще и не родился от Духа Божия? Меня очень часто это спрашивают. Я иду, наши занятия прошли, и один человек подходит и говорит, вот задали эту тему. А как? Мне кто-то должен сказать, что я родился или не родился? Или я сам должен определить? Это вопрос очень серьезный. Мой ответ. Ответ. По отношению другого сходу не скажешь. Но иногда настолько из человека выпирает его плотское, языческое, натуральное древнего Адама, что и определять нечего. Это все равно, что узнать живой или сотлевший мертвец перед тобой. Прочитав лишь отрывок из выступления тех, кто претендует на звание учителя, даже ректора духовного училища, и тебе уже ничего не нужно говорить. Он же не понимает того, о чем говорит. Для него стихия мира родная, и он на потребу мира живет. И язык его мирской. Его власти любят. То есть в этой системе там сидит винтик. Без него ни одно мероприятие старается не обойтись. И он рад ставить концерты по филармониям, думая, что кого-то он пробудет. Он же баюкает, усыпляет зависших над пропастью, ада государственных кровопийц, злодеев антинародного режима, антиевангельских выродков. Кавычки открыты. По рождественской звездой. Алтайская правда. 1 января 2005 года. Страница 5. Епископ Барнаульский Максим отвечает на вопросы журналиста Лушникова. 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 Кавычки открыты. Значительная часть Алтайского, горный Алтай, народа, искренне считает православие свои традиционные религии. Просто уничтожали поставленный там крест. Казахская мусульманская община приступила к строительству мечети в недоступной близости к Свято-Георгиевскому молитвенному дому, что вызывает возмущение православных жителей села. Что касается предпринимателей, православных благотворителей, то без их помощи не было бы возможным возрождение православной церкви в том виде и в тех масштабах, что мы имеем сегодня. Это пища-то в газете. Это строительство храмов. Это великолепный колокольный звон и калорийное питание воспитанников. Воспитанников, семинаристов, калорийное. И это ответ-то дает кто? Епископ. Вся надежда на возрожденное духовное училище, на ребят, которые там сегодня учатся. Мне все-таки кажется, что не хватает душевного равновесия. Хотя многие, конечно, живут, мягко говоря, не в роскоши. Само присутствие священников освещает воинское дело в подвиг. То, что священники лезут тут в воинские части, храпят танки, машины, там, что две чеченские войны, Афганистан, все теперь оправдывают и отпевают. Слово пасторя о вере в Бога и о жизни вечно дает основание для патриотического устремления. Понимаете, слово патриотического устремления найдите в Библии. Да это же говорит комиссар в Рясе. Комиссар. Явушевич был Николай, такой митрополит. Проповеди его печатали. Выступают и говорят, Итак, призываю вас бейте фашистскую гадину, добейте ее в берлоге. Это говорит митрополит, основатель сельдианства. Церковь сегодня как никогда стремится поделиться этим опытом православного жительства, знаниями основ православной культуры во имя сохранения нашей жизни, нашего будущего детей. Понимаете, вот какое одно предложение, только сейчас я выделю. Что? Сегодня стремится поделиться опытом православного жительства. Что это такое? Где? Откуда взято? Из каких учебников? А почему? Вот тут говорил один, я закончил семинарию и академию, мне это очень много дает. Я научился так врать, что и сам в это верю. И вот он стоит и говорит, православное жительство, что это такое? Это в газете дает интервью с знаниями основ православной культуры. А что это такое? Православная культура. Напишите от и до, вложите в нее, чтобы понятно было о чем. О чем речь-то говорит? Это сколько тумана напустить надо? Это мертвый человек говорит. Абсолютно не знает Бога. Дальше. Римлянам. Сохранение нашей жизни. Культура во имя сохранения. Христа нету, Библии нету, вообще нету. Это новая религия. Религия тумана, дымного надмения мира. Как Иларион Троицкий говорил. Во имя сохранения нашей жизни, нашего будущего детей. Дети наше будущее. Откуда они это взяли? Дети наше будущее. Будущее наше, Царство Небесное, Христос. И дальше. Послание к римлянам. Мой ответ дальше. Как отвечаю? Вторая глава, 17-24 стихи. Вот, ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь и с законом, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, светля находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец видений истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие, хулиться у язычников. Понимаете, что сколько люди приходят, причащаются, особенно вот на освещение воды будет, на крещение. Это все православные, на крестные ходы православные. Тюрьмы забиты православными. Вот здесь Сипенникова проводила, когда анкетирование, пять лет, кандидат наук, технический университет, повторяю, 21 тысяча студентов. Она 3000 студентов, пять лет анкетировала, узнавала. На 300 моченых, крещеных ни одного нету. Моченые, считающие крещеных, только один что-то знает. 0,3 процента. Я выставлял, из мрака изыщества. Если кому непонятно даже, о чем я говорю. Так, сейчас, минутку. Вот здесь мне надо найти, быстренько найти можно и просчитать. Из мрака изыщества. Смотри буквы, где И. Ниже еще. Из мрака. Ну, в алфавитном надо ниже брать еще. А? Еще ниже. Еще. Вот она. Ого. Просчитай. Из мрака язычества. Кавычки открыты. Да, постой-ка я увеличу, чтобы было можно считать. Вот уже четверть века я работаю преподавателем вуза. Крещена девять лет назад. Воцерковилась ли? Во Христа крестилась, но облеклась во Христа облекаться. Во Христа труд всей жизни. Она поняла, но воцерковилась ли? Она уже это слово ухватила. Регулярно посещать храм. Регулярно посещать храм стало только тогда, когда Господь привел петь на клиросе. И на клиросе поет теперь только вот дальше. За пять лет преподавания в Алтайском государственном техническом университете мне пришлось встретиться с тремя тысячами студентов. На протяжении пяти лет с 1994 по 1999 год я проводил анкетирование. Было опрошено 3000 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Это студенты первых третьих курсов. 14 факультетов, 100 групп. Понятно, как она все данные выстроила. Возраст, сколько, какие группы. Ну, видно, это человек грамотный. Опрос показал, первое, 0,3% безоговорочно считают себя православными верующими, исповедуются и причащаются. 0,3%, а их 100%. Второе, 50% никогда не задумывались над проблемами веры. Третье, 2000 студентов, это 66,6%, считают православие устаревшим. Церковь стяжательницей, служители ее мракобесами или неискренними людьми, которые служат не Богу, а себе. Четвертое, 2500 человек, это 83,3%, считают, что в молодости надо грешить, а в старости кается. Пятое, 2900 человек, это 93,3%, не смогли ответить на вопрос, что такое целомудрие в духовном смысле слова. Когда прочитаете, верните слово, еще раз прочитаете сознание. И еще надо три раза считать, чтобы понять, что это такое, чтобы содрогнуться, как стать верующим, что такое рожденный свыше человек. Вот это вы уже поймете, что этим тут даже не пахнет. Дальше. 99,7% не смогли объяснить, чем православие отличается от других мировых религий в вопросе о спасении. 99,7% Не знаю. Дальше. Седьмой пункт. 2,990 человек, 99,6% считают веру признаком слабости и ущербности, недостатка образования. Восьмое. 2,990 человек тоже 99,6% не смогла объяснить смысл слов покаяния, грех, смирение, промысел Божий, молитвенное правило, символ веры. То есть 99% не могли эти слова знать. Дальше. Девятый пункт. 900 человек, 30% сторонники или участники тоталитарных сект, среди которых наиболее популярным является саентология, Ивановцы, Кришнаиты. Десятый пункт. Не видят в этих заблуждениях опасности. Считают, что верить можно как угодно и во что угодно. 99,6% не считают опасным экуменизм. Одиннадцатый пункт. Те же 99,6% не знают молитв, не умеют себя вести в храме, не понимают духовного смысла поста. Двенадцатый. При этом крещённых православную веру 97,5%. О, самое-то главное. При этом крещённых православную веру. Вот. Евгения Цепенникова. Алтайская миссия, номер... Это место Метрополии, газета. Как журнал, так. Алтайская миссия, какой номер? Десятый номер. Июнь 99-го года. Московская патриархия. Русско-прославная церковь. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Кавычки открыты. Когда я встретился с Евгенией Павловной, прочитав эту статью, чтобы поблагодарить её, то она искренне испугалась, когда ей растолковал подлинный смысл того, что она напечатала. А результат таков. Из трёхсот лжекрещённых в Московской патриархии лишь один что-то знает из того, что совершается в храме. Это не думайте, что в Болтайском крае тут собрались какие-то недоумки. Это везде. Везде показывают. А вот, знаете, на Западе 6% только ходят. А тут 2%. А тут, оказывается, 0,3%, когда буквально пранкетировали. Если бы вопрос стоял о том, что знают эти три человека из тысячи и десять человек из трёх тысяч по Библии, по канонам, то едва ли она нашла бы и одного. И он златоуст говорит, кавычки открыты, «Если одна овца погибнет по твоей небрежности, о священник, то тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить вину». А здесь погибает 2,990 и 10% под вопросом. Приличная встреча с епископом Антонием... О, в скобках поставь здесь, Масендич. Масендичем. Есть? Нет, нет. Нет ничего, просто Антонием. Чтобы в следующий раз далеко было. Вот, скобка... Открыть скобку. Масендич. Так? Да. В епархии. Мы долго беседовали с ним, более двух часов. И я показал ему эту газету и эти, кавычки, успехи его епархии. И он искренне сокрушался, говоря, «А что я могу сделать? Я их посылаю работать, и они воруют». Подарил я эту газету, сказав, «С этими результатами явитесь на суд Божий». На суд. Большой буквы. Букву есть поставка. Он сказал, «А я даже и не знал и про эту газету». Про эту. Эта газета была в Мирской напечатана, в Университетской, а потом перепечатала ее епархия. И он в епархальной газете не видел. Как-то она прошла мимо. А просил его выдать похвальные листья Евгении Цепенниковой. Такие материалы на дороге не валяются. И сказал ему, «А нас было пять человек с нашим епископом Евтихием». В скобках Курочкиным. Вот здесь вот. Подожди. Я Евтихием. Курочкин. Курочкин. Ого. Кавычка открытая. Кавычка здесь. Поставьте от остальных. Вот. Почему же вы так распустили вожжи и не наказываете своих священников и работников, о которых Патриарх Алексей Второй сказал? Кавычки открытые. «Каких бандитов напринимали в церковь?» Так патриарх-то патриарх. Так он-то сам-то разве этого не видит? Епископ Антоний встал, осторожно открыл дверь своей приемной, выглянул за дверь и смущенно сказал, «Боюсь, подслушивает. Недавно было покушение от своих же». Говорят, что его именно убились под те, которые священники близко знакомы. А до этого, который был там, Аносов у него по деньгам, его шофер убил. То есть такое вот это, в епархии. Каждый, кажется, пятый священник запрещен в священнослужении за неблаговидные поступки, там, пьянство, там, разврат, воровство и прочее. Дальше. «Нам всем стало страшно и жалко его, заложника, насквозь пропитанной мафиозными структурами московской патриархии». 8.07.2001 года епископ Антоний внезапно скончался в возрасте 41-го года. Наум 1.10. «Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно как сухая солома». Вот это пророчество. Вот теперь я возвращаюсь, закрываю это и еще раз вернемся к прежнему. Говорили тут. Так, где-то у меня тут больше было открыто. А, вот. Так. «Божья хурица у язычников». Тут что-то стихотворение. «Одичали лошади в горах, их не пасли, не замечали вовсе. У них предчеловеком страх, но и он для них траву не косит. Разошлись дрожки прихожан, а от дорожки прихожан. Путь ко храму переплел терновник. К власти вылез деспот и прижал. Время выкроили, будто в храм их гонят. Топот кобылисты, жеребцов раскошелились. Раскошелились? Раскошелились на свечке за детишек. Сребролюбие под корень. Злак усох. Стало вожделение как бы лишним». То есть это Златаус говорит, пришел народ в храм, говорит, «Я не вижу прихожан, вижу, говорит, толпу жеребцов. Навоз принесли сюда словами своими». «Мы живем в невиданной свободе, проповедуем по улицам, в квартирах, ищем слышащих, кто покаянью годен, обездоленных, заброшенных и сирых. Больше всех пытаются мешать, нас хулят, поносят, как сектантов, православные попы, епископ и хишак. Заморивший город и убивший званых. Одичалые мятутся души, обольщенные церковным лжекрещением. Им, отравленным, писание не нужно, колдунам свалились за лечением. Возрожденный, верующий в Бога, запряжен рукою Яговой. Небес кормится зимой с душистым стогом, но ногах евангельских подковы. Колесница мчится на попланете, благовестия глашатые вразносит, наполняются божественные сети, лопаются недруги от злости. Приручить непросто одичалых, на осле Христу найти местечко. Перетерпим, наш корабль причалит, цельность веры не дала бы течи. 16. Цельность веры сравнивается с кораблем. А чем здесь было? Из брака язык. Слово опять. Ну-ка, давай маленько. Опа, пошло где. Сейчас закончим. Столько тем мешается все просто. Тем о чем? А, рождение свыше. Вот я теперь закрываю это. Рождение свыше мне. Напиши. Вот видите, какие вопросы, как мне задавали их и как я отвечал, когда в университетах вел занятия. Это все на нашем сайте. Вот сайт. И здесь таких вопросов и ответов 4124. А на самом деле их много, больше, в разы. То есть даже представить трудно сколько это есть. 1100 с лишним проповедей в виде аудио. А их сколько даже счету нет. Ну, все на этом сегодня. Вот. События дня.